Микс Ньюс Сегодня мы с вами поговорим о транспорте, о том, как средства сообщений меняют нашу жизнь. Вот буквально не так давно господин Линкайц был министр сообщений в нашей студии. Было очень много звонков, которые касались как раз-таки Рейл Балтика, строительства Рейл Балтика. И я думаю, что сегодня мы как раз-таки сконцентрировались на этой теме, как изменит Рейл Балтика жизнь нашего города, какие в ближайшие несколько лет грядут изменения, что делается и к чему быть готовыми. На все эти вопросы будут отвечать наши сегодняшние гости. У нас в студии глава правления Аэропорта Зелца Линия Каспарс Вингрис. Здравствуйте. Доброе утро. И директор департамента реализации проекта Эйнарс Яунземс. Доброе утро. Доброе утро. Телефоны в нашей студии 6212-93-9, 6213-93-9. Я вот, может быть, сразу попрошу наших гостей. В общем, иногда бывает, что очень эмоционально люди начинают реагировать, потому что они очень боятся, конечно, того, что это строительство, ну, может затронуть их интересы. Где-то какие-то, могут быть, мы об этом поговорим, и дачные какие-то участки затронуть, и, может быть, места, которые там усложнится жизнь во время строительства. Ну, в общем, может быть, начнем с главного вопроса, что дает этот проект для Латвии, какое наше место в этом проекте, вот, может быть, ну, о масштабах проекта, чтобы сразу задать стон. Да, мы знаем, что в проекте «Райл-Балтика» уже пару лет происходит работа и проектировки. Во всей Балтии, Эстонии, Латвии, Литве, и в Латвии тоже мы уже проектируем полностью всю трассу от одной границы до другой. Но самый большой фокус нам на самые сложные, на самые нужные элементы трассы – это две станции, центральная станция Риги и станция аэропорта. Потому что эти самые сложные технические и самое сложное, что построить, и это очень, как бы, влияет на жителей тоже во время постройки. И эти проекты уже готовы, и мы уже собираемся начинать работу строительства в центре Риги уже в конце этого года, а в аэропорту уже в начале следующего года. Поэтому мы можем уверенно сказать, что мы из стадии проектирования уже уверенно переходим в стадию строительства. И что мы имеем? Сегодня мы имеем очень довольно такой нефункциональную, но большую станцию, которая обслуживает очень много поездов и пассажиров, но мы ее перестроим полностью, чтобы сделать станцию, которая будет как нормальная европейская станция для столицы европейского города. Там будет несколько новых уровней. Мы уже, как бы, тоже в интернете показываем, что станции будут теперь три этажа. Это будет самый важный уровень. Это уровень платформ, где будут новые платформы, где будет доступ к платформам не только по лестницам, но и по эскалаторам и лифтам, там будет над платформами возможность ждать поездов с крышей. И тоже будет новое помещение на третьем уровне, как бы над платформами. Эти, ну, помещения ожидания, где можно будет очень удобно ждать свой поезд, и потом увидеть, что этот поезд подходит и уже идти. И идти на поезд, не надо будет стоять на платформе, как сегодня в дождю, или где-то в кафе сидеть и смотреть все время в часы, чтобы успеть на поезд, или сидеть полчаса в поезде, как теперь делается, чтобы дождаться. Уровень улицы тоже будет полностью перестроен, чтобы сообщение между двумя сторонами Риги уже было не только для пассажиров, но и для всех рижан, чтобы можно было попасть от старой Риги на сторону Маскова с улицы, где теперь базар или другие, ну, как бы место, где люди теперь ходят, очень неудобно. И это будет не только станция, это будет уже как мультимедальный узел сообщения, где будет много видов поездов, имея не только те, которые там есть сегодня, будет еще новые поезда, которые уже будут поступать уже через 2-3 года, потом будут все поезда Реал Балтика, все, я думаю, международные, которые будут проходить как бы из Сталина до Вильнюса, и потом и Кауниса, и дальше в Европу, но и шаттл Риги, Рига Аэропорт, это будет уже чаще, чем раз в 10 минут шаттл, который будет ехать в аэропорт, и чтобы как бы очень быстро попасть из центра в Риги в аэропорт, и будет еще региональное сообщение, как минимум с 16 остановок Рао-Балтика, от Селсгривы до Бауски, и этот центральный узел этого сообщения будет именно центральной станции, и можем утверждать очень уверенно, что это будет служить, чтобы мы можем называть центральной станцией как метрополь при Балтии, потому что это будет самый-самый такой мощный узел, и еще, чтобы эта мультимодальность работала, в этом уровне улицы у станции будет тоже возможность, самые нужные транспорты, как автобусы, микроавтобусы, которые сегодня где-то там, мы даже не знаем, я даже сам не знаю, где эти микроавтобусы, которые были там напротив станции, где они теперь, они где-то, каждый куда-то, и они все должны концентрироваться именно там, и вокруг станции все остановки будут переделаны, чтобы очень интуитивно, очень ясно было, что где находится. И потом уже мы переходим к соединению двух сторон Даугавы, потому что будет тоже мост, который можно будет использовать не только для поезда, но и для сообщения пешеходов и велосипедистов, и уже в сторону аэропорта там тоже будет полностью новая инфраструктура в аэропорту, потому что аэропорт, во-первых, сам уже тоже расширяется и делает намного удобнее аэропорт, и мы как бы с единым графиком, с едиными техническими решениями, функциональными, чтобы служить пассажирам, делаем тоже свою станцию, чтобы вместе, когда заканчиваются все работы, уже был новый узел, опять мультимодальный, но с другим акцентом, с акцентом, чтобы служить пассажирам аэропорта. И уже потом между этими двумя станциями в будущем будут развиваться региональные станции, ну, например, узел Торникаунс, где теперь очень много нужд по сообщению, но теперь там очень мало возможностей, но там должна быть новая станция сегодняшней системы железной дороги, и будет новая, как бы, станция шаттлера в Балтике, чтобы тоже служить в той, ну, окраинности, ну, например, там университет, библиотека, все бизнес-центры в Мукселосе, и все те, как бы, пассажиры смогут уже не ехать в центр и потом обратно в аэропорт, но сразу садиться в поезд и ехать в аэропорт, и мы, как бы, верим, что это очень-очень послужит развитию бизнеса, как бы, в Риге, и сделает Ригу очень-очень близкую ко всей Европе. Ну, вот у меня сразу же возникал вопрос, поскольку в интернете, когда обсуждается проект, многие выражают сомнения, ну, вот действительно ли Европа потянет, сейчас вот понятно, что все-таки вмешался и коронавирус, и деньги уходят еще на какие-то другие вещи, ну, то есть, вот мы понимаем, что все-таки то, о чем все мы так все время говорили, медленно, но верно все-таки дело идет, движется, и строительство уже вот должно начаться, то есть, это реальность, с которой мы сейчас сталкиваемся. Да, и вопрос тогда, как будет меняться жизнь действительно, ну, вот жителей города, поскольку что изменится для жителей, например, центра, понятно, что сейчас, ну, вот трамвай, который, например, проезжает мимо рынка, вот, по-моему, там, в сторону Масковос, например, остается, ну, не изменит ли он свой ауто-оста, вот автовокзал, который, опять-таки, находится в непосредственной близости, затронет ли его, вот, может быть, вот об этих каких-то моментах, что нам ожидать, каких изменений? Да, значит, в результате нашей строительстве не только мы меняем, конечно, концептуально центральный вокзал на действительно мультимодальные узла, мы создаем несколько улучшений у городской инфраструктуры. Например, улица Элзебет, которая сейчас заканчивается в насыпи, она будет продолжаться через железнодорожный насыпь и заканчивается на другой стороне, тут находятся улицы Тимотея, мы создаем новые соединения. Рядышком с улицей Элзебет, мы убираем насыпь и под рельсовых дорог строим новый подземленный автовокзал. Также существующий автовокзал остается тут, где он есть, мы просто повышаем значительно, повышаем капацитет в центре принятия разных рейсов автобуса. Сейчас рядом с автовокзалом существующим находится железнодорожный насыпь, который разделяет в принципе центр города на двух частей. Мы его убираем, всех рельсовых дорог и существующих, и новопостроенных, ставим на железнодорожный эстакад и все остановочные перроны автобусов передвигаем под эстакады, значит получается крыша над головой людей, которые ждут автобуса, и создается несколько тысяч квадратных метров новой площадки для использования городских необходимостей. Также убираем многоэтажную паркировку Титаникс, но вместе с ней сделаем улучшенную зеленую площадку по ходам городского канала. Значительно, значительно изменяется центральный вокзал, если мы сейчас посмотрим на существующее положение и посмотрим на вокзалов других европейских стадиц, тогда, например, с платформов подняться в поезд не очень неудобно. Из-за этого всех платформов мы переделаем на повышенном европейском стандарте. Подход к платформе сейчас возможен только по лестнице, мы сделаем несколько новых подходов и также их обустраиваем с лифтами, с эскалиаторами. Также устраиваем целый новый этаж над рельсами дорог с функцией зал ожидания. Как и моя коллега сказала, мы построим тоже новый мост, который у пешеходцев и у велосипедистов создает новое подключение к пардогове, людей, у которых необходимо ежедневно тут ехать, на основном студенты, на платформе университета или на библиотеку. У них подключение к центру города будет намного быстрее, намного удобнее. Ну вот уже начинают звонить, нам слушать, или может быть, я попрошу вас надеть наушники. ЕММО 6212-939-6213-939. Пожалуйста, доброе утро. Ваш вопрос. Доброе утро. Вопрос есть, да, но хотелось бы сначала немножко комментарий сказать, да. Вот знаете, как житель Лиги, который здесь родился, вырос и все происходило на их глазах там в течение 50 лет, я вот как-то, ну, оптимист, да. Ну, я верю, конечно, в лучшее, во все то, что вот вы говорите, да. Но меня вот интересует, вы знаете, столько проблем у рижан, столько проблем у жителей, у всех, да, и маленьких, и больших. И смотря на происходящее сейчас, вот то, что происходит за последние, там, вот эти 20, там, скажем так, последние 20 лет, не будем больше говорить, по сути же ведь, ну, не делается то, что у нас есть. Мы как бы не дорожим. Мы вот тот же Брасовский мост, тот же Дельговский мост. Вы говорите прекрасные проекты, вы говорите прекрасные вещи, все очень замечательно и очень хорошо. Но почему не делается, вот на сегодняшний, почему я должен, я всю жизнь мечтаю, что я буду жить, как в сказке. Я сейчас опять мечтаю, что я буду жить, как, ладно, теперь я уже думаю, мои дети, теперь я думаю, мои внуки будут жить, как в сказке. Но почему не делается сейчас, чтобы рижане это видели? Ведь если сейчас вы спросите, у 80 процентов, если референдум проведете, у рижан, что на суще, что сейчас надо? Вам будут говорить такие простые вещи, отремонтируйте это, да сделайте же это. Хорошо, да. Я понял ваш вопрос. Понял, да. У нас просто будет... Пожалуйста, вот объясните мне, простому жителю, пожалуйста, объясните. Значит, ну я, может быть, переформулирую вопрос, я понимаю, что это скорее вопрос, может быть, с городским властям, потому что строительство мостов, да, этим занимаются городские власти. Сегодня в нашей студии, я напомню, все-таки, глава правления «Эйропас Делселя Линияс Каспарс Нвингрис» и директор департамента реализации проекта «Рейл Болтик Эйнерс Яунземс», именно они отвечают за вот рижскую часть этого проекта, за обустройство, но, ну, может быть, да. Я хотел бы, да, прокомментировать, потому что этот проект, именно он не только проект Риги, не только проект Латвии, но он и только даже не проект Балтии, он проект Европы, чтобы соединить Европу, это как бы, ну, по-английски это «missing link», у нас просто нету теперь сообщения поездов с Скандинавией, с Балтией, поэтому мы должны этот проект использовать не только, чтобы на скором поезде ехать из Германии или Варшавы в Ригу или в Таллинн, но и чтобы развивать сообщения грузов, потому что самая прибыль не будет, конечно, идти от сообщения пассажиров, но от грузов. Этот узел обслуживания грузов будет в Салуспиле и в других регионах возможен, но поэтому мы должны смотреть на этот проект как на масштаб национальный, на масштаб балтийский, европейский, но не должны забывать Ригу, чтобы не было так, чтобы поезд проскачивает через Ригу, и в Риге нету ничего хорошего. И чтобы так не было, мы именно делаем этот мультимодальный узел, это во-первых, и во-вторых, мы очень работаем с правлением Риги, чтобы развивать вокруг станции, и мы уже оценили тоже нужды за рубежом нашего проекта, что еще надо сделать, чтобы центр Риги стал бы очень хорошим местом, где находиться, и очень удобным местом. И мы тоже смотрим, что должны сделать правительство Риги. Мы уже знаем, что есть очень много мест, где без очень больших денег, но можно сделать очень большой плюс и с энергией проекта. Ну, например, если мы убираем насыпь там, где теперь находится международный автобусный вокзал, то если Рига не сделает пешеходные, ну, чтобы соединение пешеходов с тем местом, где мы убираем насыпь из старой Риги, это просто не будет работать, и мы должны сделать, чтобы там пешеходы могли ходить, чтобы убрать как можно больше машин оттуда и сделать приоритет как бы публичному транспорту. И это все мы делаем очень вместе с правлением Риги, вместе тоже с всякими не, как это называется, NGOs, которые, ну, люди, которые делают всякие, ну, команды, которые, ну, говорят, что им как надо было. Ну, например, люди с другими нуждами, могут перемещаться, велосипедисты, пешеходы, они все, мы со всеми ими очень много работаем, чтобы сделать план, то не только в рубежах проекта, но и за проектом. И мы эти планы тоже говорим вместе с правительством Риги и уже утверждаем в плане развития города. И поэтому мы можем уверенно сказать, что это не будет проект только железной дороги, только станции, но это будет как катализатор развития всего центра в Риге. Я вот просто хочу еще добавить, правильно ли я понимаю, вот по информации, которая была публично опубликована, что 85% выделяет Еврокомиссия средств, то есть, ну, для тех, кто боится, что, ну, вот, на нас обрушились очередные траты. Именно, да. И должны сказать, что для другой нужды эти деньги не дали бы. Это не деньги кахезии, которые мы вместе с Евросоюзом как бы планируем, где самые большие нужды в стране и как их распределять. Это тот случай, когда деньги даются напрямую с Еврокомиссии, и мы можем эти деньги распределять только для этого проекта. Если этого проекта не будет, этих денег не будет, они будут отданы такими проектами, как это где-то в другом месте в Европе, например, там, туннель Италии и Австрии соединения, или туннель соединением Скандинавии и Германии, например. Это тоже нам конкорирующие проекты в Европейском Союзе, но мы утверждаем Еврокомиссии, что мы один из топ, там, скажем, три или пять проектов как флагманы международных проектов, и нам эти деньги, как бы, дают, да. Мы продолжим принимать звонки. Здравствуйте, доброе утро. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Ивар. Я хотел бы поинтересоваться, с какой скоростью будут передвигаться данные поезда, сколько будет станций на территории Латвии. Ну и, наверное, самый больной вопрос, как будут изыматься земельные участки или выкупаться, потому что, насколько я знаю, подготовка уже в некоторых участках Латвии началась к строительству, а выкуплено менее 1% земли. Как бы, как это будет происходить? Спасибо, да. Значит, скорость подвижных состав в территории Латвии будет 234 км в час, в рубежах Риги чуть поменьше, от 80 до 100. Земельные участки, земельные участки, да, откупаются, конечно, этот процесс в Латвии длится очень долго, потому что права имущества в Латвии очень хорошо защищены, и мы не можем идти к ту дорогу, которая прошла, например, Литва, где они на базе эскизного проекта приблизительно начерчили границы своего проекта и при помощи специального закона за кадастрованные ценности откупали участки от людей. Мы должны пойти совсем другую процедуру, и хотя она длительная, процесс и законодательство гарантирует, что в конце концов каждый владитель имущества получит рыночную цену именно от той площадки, которая до сантиметра, мы можем рассчитать по нашим детальными чертежами. Ну вот я знаю, что, по-моему, вы мог упор все, да, там дачные участки, по которым это будет проходить, то есть вот как раз еще тогда примем сразу звонок. Здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста. Добрый вопрос. Вы знаете, ну эти рассказы про грузоперевозки, да, это для детей, можно сказать, да, потому что вы сами знаете, что благодаря стараниям нашего министра иностранных дел и правительства мы потеряли уже грузы, все, которые только могли потерять, в том числе последние грузы из Белоруссии, которые еще шли. Поэтому я думаю, что никаких грузов в ближайшей перспективе у нас тут не будет. У вас комментарий или вопрос, простите? Нет, а вот построите вы вот эту железную дорогу. Как вы думаете, бедное население, которое живет в Латвии, оно сможет ездить европейские страны? Я понял, да, хорошо, да. Ну, первый вопрос связанный, наверное, с грузоперевозками, все-таки вот, ну, сомневаются люди, говорят, что вот у нас так падали, в принципе, последние годы грузоперевозки, вот имеет ли смысл, да? Мы можем, то, что мы можем сделать, мы можем пойти на шоссе Виа Балтика и посчитать, сколько грузовиков там каждый день проходит через Латвию, даже не останавливаясь и мы найдем, что это как минимум две тысячи грузовиков каждый день, которые переходят там и чтобы развивать зеленую политику Евросоюза, мы должны от грузовиков прийти на поезды электрические, которые намного эффективнее и намного экологичнее и тоже мы можем посмотреть баланс экспорта и импорта Латвии и там мы найдем, что сколько миллионов, ну я статистику не назову, но несколько миллионов этот баланс импорта и экспорта и мы можем претендовать как сообщение поездов на вот именно на этот баланс, который идет из Балтии в Европу и обратно как импорт и экспорт. Что касается кто может себе позволить ехать на Реобалтику, во-первых, да, это ну тут туризм есть, люди очень много путешествуют, но это не только международное сообщение это тоже и региональное если мы говорим как предыдущий вопрос был сколько станций будет это будет 16-17 региональных станций в Латвии плюс две международные это значит что параллельно международному сообщению который будет идти из Таллина через Перну через Ригу и аэропорт параллельно еще будет происходить региональное сообщение я всех 16-16 не назову но Салцгрива Туя потом ближе уже несколько станций в Риге и несколько станций тоже между центром Риги и между аэропортом Туэнкаунс засула Оксиманта и потом Яонмарупе и как новая политика сообщения что мы должны переходить от машин на поезд от автобусов на поезд и чтобы автобусы обслуживали поезд не наоборот или не ехали параллельно и мы видим это как 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 будущее сообщение Латвии что поезд будет служить как как этот ну как как центр и все автобусы будет уже обслуживать региональные автобусы поезд ну например если в Салатсгриве есть остановка Райл-Балтика региональная это не значит что будет обслуживать только тех людей которые могут 5-10 минут пешком дойти это значит что все автобусы которые ехали сегодня едут из Салатсгриви в Ригу они будут обслуживать вот именно этот регион и привозить людей на 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 поезд чтобы потом ехать дальше и мы видим что в других странах это очень очень хорошо работает мы видим тоже что сегодняшний поезд он все уже очень ждут новых поездов чтобы ехать уже по той инфраструктуре которая у нас есть и эта новая инфраструктура в Латвии она не будет конкурировать она обслуживает другие регионы те регионы в которых теперь нет сообщения поездов вообще если мы видим по карте что теперь ну линия поезда она идет от ну как бы от запада от запада до в сторону Валмира Цессиса теперь это будет уже идти тоже из Салатсгрива до Бауски и будет обслуживать эти регионы поэтому мы уверены что будет и пассажирам очень удобно намного удобнее чем теперь на автобусах и тоже ну будет обслуживаться грузы и будет развиваться тоже бизнесы которые теперь Латвии даже не было потому что не было этого соединения с Европой для для распределения ну товаров поэтому мы уверены что этот проект он не только ну как бы для ну он будет очень очень употребляться но цены на билеты например для того чтобы добраться до Берлина или Варшавы они будут сопоставимы или там больше или меньше чем ну например авиасообщение практика показывает что поезд как вид транспорта намного дешевле чем авиатранспорт ну я надеюсь что мы ответили вот слушателю здравствуйте пожалуйста еще вопрос доброе утро а вот что будет с Юрмалой вы понимаете нам чтобы добраться до аэропорта и нам жителям и туристам приходится ехать за сулавк на электричке а там уже пересаживаться на автобус до аэропорта ветки не будет от аэропорта до Юрмала ведь Юрмала туристический город туристов много спасибо к сожалению от аэропорта до Юрмала не будет но будет значит ветка и специальный поезд с заслокса на аэропорт значит если людей приезжают из Юрмала и высаживают в заслокс тогда они не ходят на автобус они ходят на поезд и попадают в аэропорт в течение 7-8 минут еще звонок здравствуйте пожалуйста вы да пожалуйста говорите я хотел бы спросить как будет построен мост через рижское водохранилище он же будет железнодорожный или комбинированный да спасибо значит через долговый мы строим два моста один находится в центре рига рядышком существующего он будет и железнодорожный и пешеходный и будет еще другой через долгов у рижского водохранилище он будет смешанный под него будет ехать и поезда электрические и автомобили да такого решения они давно приняли в Сауспилсе там где продолжается дорога А4 это соединение теперь мы если едем из Сталина в Вильнюс мы едем как бы не напрямую а в Сауспилсе через шоссе Далгово теперь будет эта дорога А4 продолжаться на мосту через Далгово и этот будет один мост для машин и для поезда как бы комбинированный еще примем звонок потом у меня просто еще ряд вопросов здравствуйте пожалуйста здравствуйте у меня вопрос насчет я так понимаю что будет железнодорожная станция в аэропорту просто интересно вообще кто-то подсчитывал до коронавируса еще интенсивность перемещения пассажиров из Риги в аэропорт и насколько это будет целесообразно потому что как мне кажется сейчас там 70 по-моему рейсов автобус делает и кто не полный и тут если каждые 10 минут будет делать железнодорожный состав то это по-моему будут только лишние расходы лишние трассы опять же кто это будет оплачивать еврокомиссии или много плательщиков спасибо ну я хочу сказать что в принципе вот коронавирус мы ощутили только в этом году а скорее всего ну вот первые поезда планировалось в 2026 есть надежда что все-таки как-то это уже проблема забудется к тому времени да значит вокзал у аэропорта создает стратегические преимущества у Риги и у Латвии не только в виде транспорта между аэропортом и между центром города при создании такого вокзала Таллин Кауня Вильнюс все находятся в расстоянии меньше двух часов из Рижского аэропорта Рижский аэропорт уже сейчас крупнейший в Балтии рейсов в Литании уже сейчас больше чем любой другой аэропорт в Балтии и жители из Литвии жители из Эстонии уже так приезжают на машинах на аэропорт сейчас мы создаем новый вид транспорта которые их сокращают значительно и создает вообще возможность аэропорта Риги обслуживать не только Ригу не только Латвию а всех трех стран У меня был вопрос связанный с судьбой центрального рынка там насколько затронет рынок вот все это строительство Очень мало во время строительства будет несколько коротковременных ограждений но в принципе очень мало замечательно насчет вот были как раз господин Линкайца тоже спрашивали жители Залитуды спрашивали по поводу стоянки поскольку там парковка машин а скорее всего она будет использована для строительства тоже по-моему речь идет насчет путепровода Анны Мыш тут проект еще на очень эскизном уровне по моей понятии из существующей паркировки используется небольшая часть но даже после устройства путепровода как практика показывает и под путепроводом и в Латвии подстроятся паркировки 67212 93.9 67213 93.9 я напоминаю что мы говорим об изменении жизни города в связи со строительством Рейл Балтика здравствуйте доброе утро с большим интересом слушаю интересно как мы преобразимся вы знаете у меня вопрос достаточно простой извините может он слишком прямолинейный скажите пожалуйста кто будет владельцем именно Латвийского участка железной дороги и более так тривиально вот кто будет собирать деньги вот доходы от того что по Латвии будут проезжать люди будут продаваться билеты вот кому пойдут эти деньги спасибо спасибо ну владелец всей земли инфраструктуры это государство латвийское и латвийское государство вместе с соседями эстонцами и литовцами теперь организует систему модель как это вся инфраструктура будет обслуживаться и и там по этой системе будет ну ясно как как будут эти все тарифы рассчитываться и потом деньги собираться и как эти деньги будут попадать обратно в развитие инфраструктуры и так далее эти вопросы еще решаются и мы должны у нас есть еще год или два чтобы это все решить перед тем как мы уже начнем уже эксплуатацию первой инфраструктуры напоминая что первая часть эксплуатации как раз вот будет в центре Виги центральной станции потому что мы уже первую часть центральной станции закончим уже до 23 года и это значит что первая часть центральной станции в этом новом облике будет функционировать уже через 2-3 года и мы будем уже ну Рау-Балтика поездов не будет но половина новой станции уже будет со всеми этими функциями которые мы рассказывали с новыми платформами новыми функциями новыми помещениями ожидания эскаляторами и так далее и так далее ну вот кстати я понимаю что судя по вопросам многие опасаются того что вот сейчас время ли дескать ну вот когда экономика в такой сложной ситуации приниматься за большой проект хотя мне иногда ну вот кажется что такого масштаба строительства с привлечением большого количества людей напротив может каким-то образом компенсировать Латвию именно так да мы можем смотреть на этот проект как на катализатор развития потому что эти плюсы которые мы имеем от проекта мы уже начинаем получать уже сегодня потому что очень много латвийских мероприятий по проектировке уже работают там сотни людей уже сегодня работают чтобы развивать этот проект и когда начнется строительство этот объем людей которых есть работа в Латвии намного увеличится и плюс тому еще все отрасли которые обслуживают или как-то связаны с этим то тоже будет ну если смотрим что постройка это не только строители это снабжение всякими материалами это чтобы было где жить строителям в регионах чего кушать и так далее и так далее это очень много отраслей которые очень связаны и они будут служить как катализатор развития по всему региону где проходит наша трасса продолжим принимать звонки их очень много здравствуйте пожалуйста вы в эфире доброе утро вот как раз сейчас еду в Сауриш и вижу вырубленные деревья где там будет идти трасса у меня вопрос такой чисто технический скажите это европейское колея отличается от той колеи которую мы используем как вы будете вообще совмещать это все дело например на Рижском вокзале там же будет отправление не только значит поездов обслуживающих рейл Балтика а и остальные местного значения там электрички и так далее вот как вы технически будете совмещать это будет отдельный путь или совмещение какое-то спасибо значит коля отличается естественно она приблизительно 80 сантиметров уже они совмещаются рядышком ни на одной пути но на на близком расстоянии находятся в Латвии в одном уровне они нигде не пересекаются и не будет пересекаться так что физически по колям проблем нет есть небольшие сложности с электрификацией значит заземление у европейских колей и у российских колей чуть-чуть отличается одна питается переменным током одна питается постоянным током но это технический вопрос наш инженер это решает но еще должен сказать что это различие техническое нам идет в благо потому что в этом же рядом с ауришем у нас в салоспельсе будет узел обслуживания грузов мультимодальный терминал и мультимодальный именно потому что там будет возможность рядом стоять два поезда с двух систем и можно будет перезагружать контейнеры из одного поезда например из Белоруссии Казахстана или из России или из Китая приезжает поезд в салоспельс контейнеры перегружаем на европейскую колею и этот поезд уходит в Таллинн или в Германию то есть вот это совмещение может оказаться для нас наоборот большим плюсом и выгодой у нас буквально вот одна минута остается я сейчас приму последний наверное на звонок здравствуйте добро так хотел бы спросить а как будет затронут остров Дуала ветка пойдет через Рижскую ГЭС нет нет ветка пойдет чуть больше в сторону у салоспельс от Рижского ГЭСа значит через Рижскую в водах не решили остров Дуала не затроняется да ну и вот подводя может быть итоги когда ожидать вот поэтапно я понимаю что Рижский вокзал это значит начинается строительство уже в этом году и планируется в 2023 когда могут пойти первые поезда Рейл Балтика вот ну как это все планируется строительство Рижской вокзале именно так как вы сказали в начале следующего года начинаем строительство тоже у у Аэропортского вокзала соединение между ними сейчас еще западает от прогресса в проектировании надеемся до сих пор весь проект заканчивать до 26 ну что же спасибо большое глава правления Аэропорт Зелселя Линия с Каспар Свингрис и директор департамента реализации проекта Эйнерс Яунзем сегодня были в нашей студии спасибо вам большое что пришли всего доброго